Поздравляем коллег. Главному вестнику криминальных новостей в Кировске и Апатитах сайту Хибинформбюро исполнилось 5 лет. Эту дату журналисты отпраздновали с читателями. Устроили большой розыгрыш и потом лично развезли призы победителям. Антон Рассказов подробнее. Главный принцип работы Хибинформбюро, как указано на сайте, мы либо пишем про что-то первыми, либо не пишем про это совсем. Свои эксклюзивные материалы журналисты делают сами, оперативно выезжая на место происшествий и преступлений. Главный редактор сайта Михаил Алексеев всегда держит руку на пульсе. И когда снимается в рубрике программы дежурный репортер, рассказывая о городских событиях и происшествиях. И когда готовить свою авторскую программу на нашем телеканале опасно для жизни. Его эксклюзивные видео с места происшествия, освещение самых резонансных преступлений всегда находят отвлеку телезрителей. В честь своего пятилетия редакция Хибинформбюро организовала конкурс с призовым фондом более 100 тысяч рублей. 56 победителей выбрали случайным образом. Их журналисты объехали лично в день рождения издания. Василий, вы у нас выиграли главный приз. Я надеюсь, что он вам пригодится, придется по вкусу, что все будет работать долго, исправно. Это беспроводные наушники, насколько я понимаю, очень современные, хорошие. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо большое. Первый раз в жизни участвовал и не ожидал, что первое место будет. Василий, что бы пожелали Хибинформбюро и читаете ли материалы журналистов? Читаю, да. Репортажов интересных. И побольше, наверное, чтобы проблем городских затрагивали. У нас есть счастливый обладатель второго приза. Это подарочный сертификат на услуги предприятий телесеть. Это год интернета на тарифе 100 мегабит и год, насколько я понимаю, кабельного телевидения. Поэтому, Елена, это теперь ваше. Можете воспользоваться сами, можете кому-нибудь подарить. Это абсолютно не именной. Он просто дает право на год интернета и телевидения. Огромное спасибо. Вообще, если честно, не ожидала, что повезет. Так что очень-очень приятно. Впереди еще 54 победителя. Делаем перерыв. И Михаил рассказывает, что проект начинался с маленького сайта на самом простом хостинге. Сейчас же в регионе среди новостных ресурсов Хибинформбюро стабильно занимает 5-6 место по посещаемости. На сайт постоянно пишут 4 автора. Еще есть ряд внештатников. Очень хотел, чтобы к нам пришли новые журналисты. Потому что любой проект, он живет и развивается, когда есть свежая кровь, когда есть свежие авторы, когда есть какой-то новый взгляд. Если вы хотите попробовать себя в журналистике, неважно, какой у вас пол, возраст, образование, опыт, есть, нет, вы можете прийти к нам и пытаться себя реализовать. Редакция Народного ТВ поздравляет коллег и желает журналистам всегда держать нос по ветру в мире новостей и высоких рейтингов.